Вот я и раньше избегал называть Путина президентом России. Но какой он президент, если раз за разом так опереточны оказываются все процедуры, которые удерживают его на троне? Вот начиная с живоначального шоу «Я ухожу» до ГПК с Медведевым и бесчисленных перевыборов. Поэтому я всегда использовал просто слово «Путин» без всякой должности. Но что делать, если возникло такое явление в исторической жизни России? Просто Путин. Такая вот должность. И такая вот загогулина. Ничего. Люди вообще привыкли к историческим загогулиным. Нам, собственно, свойственно привыкать к мирно дряхлеющему руководителю. Вот Брежнев тоже дряхлел. И Черненко, и Андропов. И даже Ленин дряхлел. Ленин пока окончательно не дряхлел. Тоже был долгое время простой Ленин. Без должности. Как Путин. А потом стал Ильич. Мне кажется, это не случайно. Это какое-то другое качество. Более возвышенное. Небесное. Потустороннее. Мне кажется, Путин тоже теперь не просто Путин. Он теперь уже как бы Ильич. Но поскольку он у нас Владимирович, а таких очень много. И в нашем сознании он может затеряться среди обыкновенных, ничем не примечательных нам Владимировичей. Вот поэтому надо в законодательном порядке запретить всех Владимировичей, кроме одного. И тогда его должность будет звучать так. Сегодня в Кремле, в торжественной обстановке, Владимирович принял вождя на уру. Высокие стороны обсудили перспективы военно-космического сотрудничества на период до 2030 года. Ну и Владимирович, я подчеркнул, что... Короче, привыкайте теперь к небесному.